Российский Красный Крест совместно с общественным движением волонтёры-медики с 18 по 20 ноября провели форум по психологической помощи населению. На протяжении трёх дней в конференц-залах гостиницы «Салют» участники организовывали работу добровольцев-медиков и координировали поддержку людям через горячие линии и чат-боты. Ну, данное мероприятие для нас является очень важным именно потому, что это первая встреча с нашими региональными координаторами по направлению психосоциальной поддержки. Такая первая именно очная встреча, обучающая встреча, от которой, в общем-то, зависит то, как они дальше будут работать в своих регионах. Моя самая главная была обязанность познакомиться с каждым региональным координатором обязательно, обязательно предоставить тот материал, с которым им предстоит работать, продемонстрировать алгоритмы, обучить необходимым навыкам, познакомиться с структурой Российского Красного Креста. У меня есть надежда, что эту задачу мы выполнили. Также на мероприятии координаторами психосоциальной службы были проведены тренинги на темы предотвращения эмоционального выгорания, работы с психологическими расстройствами и поддержки семей мобилизованных. Смотрите, у любой проблемы есть момент, когда она создалась, и обязательно есть путь ее решения. В завершающий день участники конференции в составах команд перемещались по локациям отеля и выполняли кейсы в групповой работе, учились коммуницировать с будущими волонтерами и оперативно принимать решения в экстренных ситуациях. Первая обязанность – обязанность участника, потому что это мероприятие объединило все регионы от Дальнего Востока до Белгородской области. И поэтому, конечно, участника, активного участника и, конечно, получение новой информации – это очень ценно. Я очарована великолепной организацией, нашими прекрасными спикерами, которые максимально открыли для нас новые грани психосоциальной поддержки населения. Это было очень полезно. Сегодня Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере здравоохранения. Оно объединяет более 120 тысяч человек, неравнодушных к проблемам окружающих. Продолжение следует...